Я бы хотела приглашить следующего выступающего, следующий оратор, это Макс Силен, который представит нашему вниманию проект об импровизации, который является частью образовательной программы «Тосмастерс. Лучший докладчик». И данная программа направлена на то, чтобы помочь начинающим и продвинутым ораторам закрепить или освоить различные навыки, которые помогут сделать их публичное выступление более эффективными. И работая в Google, Макс провел десятки собеседований, и сегодня он расскажет нам о трех методах импровизации, которые помогут нам в собеседовании. Встречайте, Макс Силен. Одну секунду, запускаю презентацию. Отлично. Всем привет. Хочу услышать пару высказываний из зала. Что для вас импровизация? Как вы понимаете это слово? Актерская игра. Актерская игра. Что это еще? Спонтанность. Незапланированная речь. Спонтанность. Что еще? Незапланированная. Фантазия. Как незапланированная речь? Незапланированная речь. Ага. Ну, замечательно. Замечательно. Супер. А кто из вас когда-либо в жизни проходил собеседование? Поднимите. Супер. Супер. Единогласно. А кто планирует в будущем? Ну, как бы частично. У нас все-таки клуб про бизнес, бизнесмены. Все сейчас или в будущем. Отлично. Так вот, о чем я хотел сказать. Сегодня мы поговорим о трех методах импровизации на собеседовании. И очень часто люди становятся жертвами распространенного заблуждения о том, что импровизация это какая-то такая неподготовленная речь, спонтанная, вообще без всякой структуры. На самом деле это глубокое заблуждение. Потому что за любой импровизацией стоит спортулезная работа. И применительно к собеседованиям можно выделить как минимум два аспекта. Во-первых, готовясь к собеседованию, вы собираете какой-то пласт информации. Вы просматриваете свое резюме, читаете какую-то информацию о компании, которая прилагает вакансию. Вы вспоминаете какие-то проекты, над которыми вы работали. Это первый аспект. А второй аспект, это как раз то, о чем мы поговорим сегодня. Это методы импровизации, которые могут помочь вам структурировать ваши ответы на незапланированные вопросы в условиях какой-то неопределенности. Так, чтобы это максимально выгодно преподнесло вас, как идеального кандидата для этой вакансии. Для того, чтобы мы с вами сегодня все не уснули от скуки, я предлагаю построить наше взаимодействие следующим образом. Сначала мы вкратце пробегаемся по трем методам импровизации. Затем мы берем парочку реальных вопросов в собеседовании и вместе обсуждаем, какой метод импровизации наилучшим образом подходит для ответа на тот или иной вопрос. И в конце, если вы будете хорошо себя вести, активно участвовать в дискуссии, я в качестве бонуса расскажу вам о пяти золотых правилах импровизации, которые дополнят эти три метода. Договорились? Отлично. В интересах времени я предлагаю любую дискуссию, вопросы и прочие вещи оставить за пределами этой сессии. Мы можем поговорить на брейке или после встречи, как вам угодно. Отлично? Погнали. Значит, три метода импровизации на собеседовании. Вы можете найти их также в раздатках на своих посадочных местах. Я их условно обозначил как время, пирог и старт. В последнем случае я специально использую английское слово, потому что, как вы могли уже догадаться, это не просто слово, а аббревиатура, значение которой я в скором времени вам расскажу. Сейчас мы вкратце обсудим, что каждый метод подразумевает, на какой тип вопросов он наилучшим образом применяется, и дальше потренируемся на вопросы. Итак, первый метод – это время. Здесь абсолютно все логично. То есть есть временная шкала, есть какой-то процесс или эволюция чего-то, проекта, человека и так далее, и вы на этой временной шкале раскладываете свой ответ. Чаще всего можно использовать структуру прошлое, настоящее и будущее, или если речь идет о каком-то проекте в течение какого-то срока, вы также можете эту временную шкалу использовать. То есть тут все понятно, и я уверен, что многие из вас этим методом пользовались неоднократно и не только на собеседовании. Второй метод – это пирог. Здесь тоже все логично. Есть какой-то вопрос, который, на ваш взгляд, состоит из нескольких частей или же подразумевает несколько различных точек зрения или вариантов ответа. И таким образом вы можете заранее разбить этот вопрос на составляющие, анонсировать, какие части этого вопроса вы выделяете, и затем дать ответ на конкретную часть и затем на следующую. перейти на следующую. То есть как будто вы едите пирог по кусочкам. Наконец, третий метод. Это метод STAR. STAR, как я уже говорил, это аббревиатура, которая означает следующее. S – это Situation или ситуация. T – это Task или задача. A – это Action или действие. R – это Result или результат. Наилучшим образом вот этот метод ложится на так называемый поведенческий вопрос. Поведенческие вопросы чаще всего начинаются со слов «А расскажи мне о ситуации, о проекте, о любом своем опыте» и так далее. То есть это вопросы, которые построены на вашем личном опыте. То, с чем вы реально сталкивались. И этот метод очень хорошо позволяет вам рассказать о результате, к которому вы пришли, а также тех способах, которые вы использовали для достижения этого результата. Помимо этого, он позволяет вам выиграть немножко времени и ввести вашего собеседника в курс дела. Потому что бывает так, что человек начинает рассказывать о каком-то проекте, при этом не удостоверившись, что собеседник понимает вообще всю суть проекта, весь объем, масштаб ситуации. А здесь же вы планомерно погружаете собеседника в вашу ситуацию, в ваш проект, а затем показываете, как вы достигли этого результата. Я специально сейчас, говоря о трех методах, не говорю о конкретных примерах. Почему? Потому что мы переходим к следующему этапу, а именно к обсуждению конкретных вопросов. Итак, я предлагаю всем вооружиться вот этой раздаткой, чтобы у вас были перед глазами три метода. И предлагаю вашему вниманию первый вопрос. Расскажите о себе. Поднимите руку, кто сталкивался с таким вопросом на собеседовании. Даже Михаил, который у нас осуществляет фото- и видеосъемку, удивился, что такой простой вопрос у нас возник. Итак, какие мнения? Какой из трех методов, время, пирог или старт, можно применить? Время. 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 Еще какие мнения? Стар. Стар. Окей, допустим. Пирог. Пирог тоже можно. Пирог. Супер. Спасибо. Давайте так, чтобы минимизировать, скажем так, девиацию по вариантам. Поднимите руку, кто считает, что время это идеальный метод для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, большинство. И, ребят, я вас удивлю, но вы, в принципе, правы. То есть, для того, чтобы ответить на этот вопрос, время это наиболее логичный и распространенный метод ответа. Ну, как минимум потому, что у вас перед глазами есть резюме, которое также есть перед глазами вашего собеседника. И вы просто-напросто по своему резюме проходите, рассказываете, как вы с одного места работы переходили на другое, как вы работали на одном проекте, потом на следующем. Все вроде бы логично. Так? Так, да не так. Потому что очень часто, то, с чем я сталкиваюсь на практике, проводя собеседование, используя этот метод, соискатели скатываются в банальный ответ из серии. Родился, женился, учился, не понравилось, ушел, пришел, потом влюбился, потом чего-то там еще произошло. И в итоге они тратят кучу времени и часто не добираются до сути своего ответа. А в чем заключается суть вопроса? Суть ответа, она зависит от сути вопроса. Что хочет здесь узнать собеседник? Компетентность. Компетентность для чего? Подходящую. Подходящую. Правильно. То есть, насколько ваш опыт соответствует конкретной вакансии. Вот это вот родился, женился, ну как бы это может быть интересно, но не вашему собеседнику. Опять-таки, я не говорю, что метод время здесь не подходит. Вопрос то, как его использовать. То есть, если его использовать таким образом, чтобы он подводил к тому, что вы идеальный кандидат, то есть вы вот начали сами осваивать какую-то технологию, потом сами пошли работать на какой-то проект, потом там, ну понимаете. Тогда да, в иных случаях нет. Я считаю, что очень хорошо здесь ложится метод пирог. Почему? Вспомним, что метод пирог работает в случаях, когда речь идет о какой-то сложной концепции. И что не является сложной концепцией, как мы с вами. Мы разносторонние, многоплановые личности. Правильно? Так почему бы нам не разбить этот вопрос на составляющие, сказав, например, что, ну допустим, мы собеседуемся на роль менеджера по продажам. Мы можем сказать, что для успеха в этом качестве необходимо быть всесторонне развитым, чтобы максимально эффективно понимать и решать задачи своих клиентов. И будучи многосторонне развитым человеком, я имею не только достижения в области профессиональной, но и также в каких-то других областях. Например, занимаюсь волонтерской деятельностью, занимаюсь спортом и так далее. Дальше мы продолжаем наш ответ. Сначала говорим о профессиональных качествах. Сколько сделок закрыл, как быстро их закрыл, какие цели выполнил и так далее. Затем плавно переходим на следующий этап. А также я занимаюсь волонтерской деятельностью. Например, в Toastmasters я эффективно взаимодействую с группами людей и оказываю влияние на их мнение под каким-то вопросом, мотивирую их участвовать в проектах, при этом не имея формального контроля над ними. И это позиционирует меня как человека, который умеет оказывать влияние на людей и в том числе на клиентов. И дальше про спор. А вот в прошлом году я поставил задачу, например, пробежать марафон, разработал план, по этому плану занимался 6 месяцев, в итоге пробежал марафон. То есть я целеустремленный человек, умею ставить цели, создавать план и по нему работать. Тоже хорошее качество. Таким образом вы раскрываете полностью себя как личность и при этом очень четко, очень структурированно отвечаете на такой, казалось бы, витиеватый, размытый вопрос. Понятно? Супер. Следующий вопрос. А, ну, собственно, здесь два метода, которые я считаю применимыми. Расскажите о самой крупной сделке, заключенной вами. Какие мнения? Какой из трех методов? Star. Star, Star. Кто еще? Пирог. Пирог. Ага. Кто считает, что метод Star наиболее оптимальный в данном случае? Ну, примерно 50 на 50. А кто считает, что пирог? Ага, треть. А треть, я так понимаю, воздержались или за время? Я за время. За время, отлично. Ну, в общем-то, я думаю, что можно было бы, конечно, за уши притянуть время, но все-таки Star в данном случае идеальный метод для ответа на этот вопрос. Почему? Потому что, ну, сами посудите. То есть, расскажите нам о самой крупной сделке. То есть, иными словами, расскажите нам о вашем опыте заключения самой крупной сделки. И вы начинаете рассказывать. Вы сначала описываете ситуацию, то есть, что за клиент, что за продукт, что за сделка, какая ситуация на рынке в то время. Затем вы плавно переходите к задаче и потом описываете, как вы эту задачу решали. То есть, какие-то конкретные шаги, которые вы применяли и результат. Закрыли сделку, не закрыли. Как хорошо вы ее закрыли и так далее. Логично, правильно? Тем не менее, для тех из вас, кто посчитал, что пирог может быть идеальным методом, скажу, что вы тоже правы. И в данном случае тоже можно использовать этот пирог, но здесь нужно креативно подойти к ответу на вопрос. Например, можно сказать, что вы считаете, что ценность или масштаб сделки описывается не только в денежном выражении, но и в других факторах. Например, влияние этой сделки на рост бизнеса, на имидж компании. У меня был такой случай, когда у меня была не самая большая сделка в денежном выражении, но при этом эта сделка была с крупнейшим в России ритейлером, который вы можете себе представить, догадаться, кто это мог быть. И этот ритейлер пришел на ежегодную конференцию и сказал, что наше решение помогло ему повысить эффективность в решении конкретной задачи на 70%. При этом в зале сидят представители других крупнейших ритейлеров. Вы можете представить, какой эффект это имело на бизнес. Я могу разбить, условно говоря, пирог использовать, сказав, что есть сделки, которые самые крупные в денежном выражении, а есть, которые имеют какой-то другой эффект. И про них рассказать. Итак, мы сейчас с вами подробно обсудили варианты использования трех методов импровизации. При этом я вам обещал рассказать о пяти золотых правилах импровизации. Я выполняю свое обещание. Как вы думаете, что является первым золотым правилом импровизации? Подготовка. Подготовка. Очень хорошо, да. Но давайте перемотаем немножко вперед. То есть мы уже подготовлены. Уверенность. Уверенность. Может быть. Еще мнение. Решимость. Решимость. Смелость. Смелость. Ребята, нужно слушать. Нужно уметь слушать. Вопрос задают. Вам его нужно слушать. Иногда бывает так, что на середине вопроса у вас уже готов ответ. Не надо начать отвечать. Нужно дослушать до конца. Не буду тянуть кота за хвост. Второе правило. Это необходимость взять паузу. Для того, чтобы подумать. Вот сейчас у нас будет после перерыва сессия импровизационных выступлений. Помните, что у вас есть 30 секунд на то, чтобы подумать. Ну, может быть, не нужно использовать эти все 30 секунд в интересах времени. Но чуть-чуть подумать можно. Ну, как минимум, структурировать ответ свой. Подумать, какие пункты выделить вы хотите и так далее. Наконец, если что-то непонятно, нужно уточнять. Это нормально переспрашивать. Вот та самая пауза, которую вы берете, она дает вам возможность понять. Во-первых, какой метод, какую структуру вашего ответа вы будете использовать. Во-вторых, есть ли у вас достаточной информации для того, чтобы ответить на этот вопрос. И, наконец, когда вы получили всю информацию, начали отвечать, необходимо говорить по делу. И здесь, опять-таки, пригодится знание трех методов. Потому что вы максимально эффективно сможете структурировать ваш ответ и убедиться, что ваше ключевое сообщение донесено до вашего собеседника. И, наконец, подвести итог. То есть, когда вы рассказали свою историю, необходимо, чтобы до вашего собеседника дошло, что же является ключевым сообщением в этой истории. Особенно, если вы используете такой метод, как старт, который может быть очень такой объемный. Подытожив, была ситуация такая-то, задача такая-то, итог такой-то. Все встало на свои места. Ну и теперь в лучших традициях пяти золотых правил импровизации подытожим. Мы познакомились с тремя методами. Метод время, метод пирог и метод старт. И узнали о пяти золотых правилах импровизации, которые в любой ситуации помогут вам эффективно импровизировать. Ребята, собеседование – это общение с незнакомым человеком в ситуации неопределенности. Что нужно делать в любой непонятной ситуации? Импровизировать. Спасибо.